Любовь с историей. У Елены Егоровой, ныне заместителя директора государственного архива, случилось еще в школе, где она с удовольствием проводила экскурсии по музею. Дальше был исторический факультет вуза и... У меня целевое распределение через Росархив пришло. Это, наверное, последний специалист, который пришел в архив по целевому направлению. Ну, вот так и осталось. Татьяна Павлова в архиве сравнительно недавно. Всегда хотела изучать, держать в руках, показывать посетителям редкие документы прошлого и помогать людям в поиске ценной для них информации. Не иначе, как счастьем, называет Татьяна свое участие в подготовке новой выставочной экспозиции. А тех, кто внес большой вклад в развитие нашего региона. Представленные документы в большей степени подлинные. Они из личных фондов, этнографов, краеведов, историков, искусствоведов. К примеру, семьи Степана Гуляева, которого при жизни называли энциклопедистом Алтая. Ведь он знал о крае почти все. Есть, например, рецепт, записанный Степаном Ивановичем, выделки кожи для подошв. То есть, раньше обувь шили с кожаными подошвами. Судя по стилистике, написание это конец 18 века. Кстати, современные технологии уже прочно вошли в жизнь сотрудников архива. Если раньше на поиск нужного документа по бумажным картотекам могло уйти до двух часов, сейчас благодаря компьютеризации требуется не больше получаса. А еще дореволюционные документы здесь сканируют и делают микрофильмы, чтобы сохранить для потомков. В настоящий момент я сканирую окладные книги, по которым можно будет определить ваших предков. Все окладные книги, перепись с 2017 года, они востребованы. Я прекрасно это знаю, что в читальном зале у нас обычно очередь на них. В каждой семье есть свои архивы, фотографии, фильмы. Иногда они становятся документами государственного архива. К 75-летию победы фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева провел конкурс видеороликов. Более 300 трогательных историй о своих дедах и прадедах рассказали жители края. Государственный архив запросил эти ролики на хранение в свои фонды. Такие истории важны, уверена Дарья Пак. Она в архиве один из самых молодых сотрудников. В этом юбилейном году сама занималась сканированием фото ветеранов войны, присланных из районных архивов. Фотография молодого участника войны и уже в возрасте. И вот это вот было интересно наблюдать, как менялся взгляд. Такая вот у меня мысль пришла о том, что мы работаем с фотографиями, с документами прошлого, создаем сейчас какие-то документы, как сегодня, настоящего, то есть создаем историю настоящего и формируем весь этот массив для будущего. Вопреки стереотипам в архиве совсем не скучно, уверена Дарья. И у него есть не только прошлое, но и будущее. Сейчас здесь не очень многолюдно, пандемия вмешалась и в архивные процессы. Но гостей здесь по-прежнему ждут. До 1 марта можно посетить новую выставку об известных людях региона. Правда, нужно предварительно записаться. По звонку можно записаться и не больше пяти человек. Мы проводим экскурсии, рады будем видеть. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.